Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Меня зовут Марина и в сегодняшнем видеоролике я представляю вашему нюаню мини-обзор готовой работы. Данная работа у меня связалась в совместном проекте, это был такой небольшой совместник, но для меня это была больше, наверное, коллаборация с другими девочками-блогерами, с Ольгой и Дашей. У каждой из них есть свой канал, ссылки на канал я оставлю в описании под этим видео, проходите, смотрите, что у них получилось и что у них вообще в процессе. Значит, я долго думала, металась между джемпером а-ля Чайка и Майка, но так как пряжа по цвету мне не подошла под мой цветотип, решила, что я буду вязать, основываясь, конечно же, на вкус той девушки, которой я вязала, а именно моей племяннице. Я думаю, ни для кого не секрет, что подросткам достаточно сложно угодить, поэтому у меня получилась практически очень простая майка. Вот так она выглядит. На самом деле майка очень маленького размера, если говорить про российский размер, это приблизительно 42 размер, если говорить про европейский, это XS размер, и если говорить в сантиметрах, то длина изделия у меня 51 сантиметр, ширина переда и спинки по 39 сантиметров, то есть вот такая она достаточно маленькая, по расходу пряжи у меня ушло 147 грамм, то есть это вес изделия. И раз я сейчас сказала про пряжу, хочу вам сказать, с какой пряжи я вязала. Данное изделие у меня связано и с пряжей марки Баривул, люкс колор микс. По составу очень интересный здесь такой состав, я считаю, что практически неубиваемый, потому что в составе 50% хлопка, 45 акрила, 3% полиэстера и 2% полиамида. Рекомендуемые спицы от 2,5 до 3,5. Сразу скажу, что если вам интересно, что получается на спицах из данной пряжи, переходите на канал Таши. У вязания на крючке крошуэт, она вязалась спицами, то есть мы распределяли, кто чем будет вязать, мне достался крючок. И говоря про крючок, здесь, конечно, никаких рекомендаций не указано. Я подбирала, основываясь на свою плотность, на мой комфорт в вязании, чтобы было не туго, и при этом, чтобы полотно получилось достаточно пластичным. Был легкий ажур, но при этом, чтобы изделие было сдержанное, не просвечивающе сильно, чтобы белья не было видно, ну и тело, соответственно, тоже. И так как здесь в большей степени по составу, конечно же, хлопка, поэтому однозначно у меня зародилась идея, что это должно быть какое-то летнее изделие. Если говорить про саму пряжу, давайте, наверное, номер цвета покажу. У меня номер цвет 733, очень интересный сам по себе цвет. Самое, наверное, для меня проблематичное было, это то, что в составе есть люрекс. Когда полностью подмешан люрекс ко всей пряже, ко всему мотку, есть очень большая вероятность, ну скажем так, немножко визуально удешевить изделие, таким вот неделикатным, да, грубым каким-то мерцанием. Мне этого не хотелось, вот в этом изделии все сложилось. То есть мне удалось подобрать достаточно интересный, простой ажурный узор, который смотрится вот так красиво. Для тех, кто вяжет крючком давно, достаточно посмотреть на сам узор, и вам никакой схемы не потребуется. Вот свою плотность я подобрала крючок номер 2,5, вязала самым обычным китайским крючком. В принципе, комфортное вязание, да, есть небольшие минусы, но опять же, касаемо нити, нить вообще не скручена. Сейчас я вам покажу. Вот так выглядит нитка сама по себе поближе, то есть она состоит из 5 тоненьких ниточек, включая люрекс. Причем люрекса здесь 2 нити. Надеюсь, сейчас камера хорошо вам передаст. То есть в этом была проблема, что она абсолютно не скрученная, и когда вяжешь крючком, конечно же, очень легко попасть мимо, да, сквозь нити, делать дополнительные затяжки. Что касается люрекса, это всегда такой вот небольшой риск. Неважно, чем вязать, люрекс очень хорошо цепляется, да, и потом вот эти затяжки очень тяжело заправляются. Что касаемо по техническим характеристикам пряжи, мне кажется, что она неубиваема, потому что, когда я вязала образец, подбирала, да, узор, подбирала номер крючка, я несколько раз стирала образец, и с ним ничего не случилось. То есть образец не потянулся, не сел в размер, он каким был, таким и остался. И даже вот визуально, ну, ничего не поменялось. Единственное, да, конечно, полотно стало чуть ровнее, но, в принципе, это и все. Про сам топ, если говорить про обработку, да, я надеюсь, вы уже посмотрели на фотографиях, как сидит топ на манекене. Сейчас у меня нет возможности показать посадку топа-майки на обладательнице. Может быть, чуть позже у нас это получится заснять, но пока вот такой вариант. Мне хотелось бы остановить небольшое внимание на самой модели. Давайте, наверное, сразу покажу вам схему узора. Вот так выглядит схема узора. Я ее рисовала от руки, поэтому, если какие-то есть огрехи и неровности, я прошу прощения, да. То есть, принцип какой? Шахматный порядок. Все, вот это столбики с одним накидом, воздушная петля, то есть, просто шахматка и веерочки. Очень простой, на самом деле, узор. Вяжется максимально просто и быстро. Запутаться здесь сложно. И для тех, кто совсем новичок, в конце видеоролика я покажу, как провязывать узор. Если вам будет интересно, конечно же, смотрите до конца. Если говорить про сам топ, я раздельно вязала спинку и перед, и потом соединяла крючком. То есть, у меня боковые швы выполнены крючком. Также оформляла пройму, делала убавки для проймы, да, вырез горловины, и потом только делала обвязку. Кстати говоря, про обвязку хочу вам показать. Я у себя показывала и на канале, и в инстаграме вот такую замечательную обвязку. Это обвязка крючком, и выглядит такой, как достаточно красивый шнурок. Мне кажется, именно эта обвязка придает законченный вид изделия, и смотрится все лаконично. Ну, как говорится, по-простому. На чем еще хотела заострить свое внимание, что когда я вязала майку, я вязала, как и сказала, да, отдельными деталями. Но вот здесь есть небольшой нюанс. Не знаю, сейчас будет видно на камере или нет. Вот я сейчас покажу вам. Вот этот участок. Этот участок не спроста. Да, этом я делаю дополнительное место для груди, для небольшой груди, что-то своего рода вертикальных выточек. Я вам покажу на схеме, как вообще делать прибавки. То есть я выбираю, вот у меня, например, да, веерочек из трех столбиков с одним накидом. И вот сюда я делаю просто прибавки. По столбику сначала, да, по одному. То есть вместо одного я вяжу уже два столбика. Здесь два столбика, я потом из этих двух столбиков в шахматном также в порядке сохраняю узор, уже формирую дальше узор. То есть на самом деле у меня совсем небольшое количество прибавленных столбиков, но при этом смотрится очень даже органично, практически невинно. Я покажу вам поближе, чтобы вы могли посмотреть. То есть когда топ сидит на девушке-манекене, то очень хорошо выглядит, и это практически незаметно. Еще скажу сразу, что когда я вязала перед на высоте примерно 28 см, я начала формировать, так скажем, имитацию выточки, да, дополнительное место для груди. Только потом я уже на расстоянии, когда у меня было изделие порядка 30 см, я уже делала убавки для проймы. Теперь, что касаемо убавок вообще для горловины и для проймы. Из-за того, что здесь, да, вот такой узор, он достаточно легко поддается корректировке, то есть делать убавки, при этом они выглядят очень аккуратно. Вот так они выглядят у меня, например, да, посмотрите. То есть вот эта убавка, у меня получается раппорт 4 столбика, да, получается 4 петли, и вот так он выглядит. Здесь очень просто делаются убавки, для тех, кто вяжет, я думаю, вообще будет не проблема повторить. Почему я не рассказываю про убавки, про их количество и про расстояние, да, про пройму? Потому что индивидуальные у нас у всех размеры, плотность вязания разная, пряжа тоже разная. Поэтому если я сейчас скажу, сколько я здесь убавила, и вы повторите, у вас может вообще ничего не получиться. Единственный маленький нюанс, который бы мне хотелось сказать по поводу того, как вообще формировать проему, вырез горловины, если у вас есть какой-либо узор. Очень просто, я обычно рисую схему, а здесь у меня указана схема, значит, понятно, да, что у нас повторяется первый и второй ряд постоянно. На протяжении всего полотна. Когда я хочу сформировать проему или вырез горловины, V-образный, круглый или треугольный, либо еще прямоугольный, то, конечно же, играет роль, как красиво это все, не нарушив особо схему, да, чтобы не нарушить структуру, рельеф рисунка, вписать все наши убавки. Я делаю очень просто, например, что касаемо выреза горловины. Если бы был это V-образный вырез горловины, то примерно я прокладываю две вот такие линии, и все, что у меня, например, вот здесь, это все выпадает. Вот у меня рисунок совпадает, то есть вот таким образом. И дальше, если бы у меня схема продолжалась, то отчетливо было видно, какие у нас были бы где убавки, то есть вот таким образом. Также, что и касается пройм, я тоже стараюсь всегда прорисовывать, например, да, если мне нужна пройма, как она будет выглядеть, то есть вот таким образом я буду рисовать линию и буду уже знать, где что у меня убавлять. Поэтому я очень люблю рисовать схемы на формате листа А4, то есть это большая схема, и потом я примерно графически вырисовываю, и тогда у меня уже в голове складывается картинка, какие делать мне убавки. И как всегда, как только мы делаем убавку, да, то есть вот мы закрыли петли, например, пошли дальше, то есть этот раппорт узора у нас уже выпадает, и каждая, там где у нас начало ряда, помню, три воздушные петли подъема, в конце ряда один столбик с одним накидом. И вот такое очередование идет, то есть тут можно все, что угодно изобразить на схеме и, собственно говоря, связать. Вот те, мне и нравится крючок, что всегда есть пространство для фантазии, для каких-то вот, скажем так, интересных идей. Ну и теперь вам покажу по поводу узора. Значит, маленький секретик, как делаю я, я никогда не высчитываю, сколько раппортов мне необходимо на желаемую ширину изделия. Я делаю достаточно просто. Я просто набираю цепочку из воздушных петель, крючок я обычно беру для этого на пол размера больше основного, и набираю произвольное количество воздушных петель, при этом наборная вот эта цепочка у меня должна быть длиннее, чем желаемая ширина изделия. Это нужно для того, чтобы просто без проблем разместить весь узор, чтобы уже точно знать. Обычно у меня в конце остается небольшой кончик, его я потом распускаю и прячу в боковой шов до ниточки, то есть ничего не видно. Это намного упрощает, чем сидеть, стараться высчитывать и потом в итоге промахнуться. Итак, первый ряд, в начале ряда мы вяжем 3 воздушные петли, это мы вяжем всегда в начале ряда, в конце ряда это столбик с одним накидом. Дальше делаем накид, отсчитываем 2 петли и в третью делаем столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля и в эту же петлю еще один столбик с одним накидом. Дальше делаем накид, отсчитываем 2 воздушные петли, 1, 2 и в третью петлю провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот мы провязали первый раппорт узора и дальше идет повторение. Делаем накид, отсчитываем 2 воздушные петли, в третью делаем веерочек. Веерочек это 1 столбик, воздушная петля, еще один столбик с одним накидом, воздушная петля и третий столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли пропускаем, в третью вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот таким образом мы повторяем. Заканчиваем мы наш ряд, пропускаем 2 воздушные петли и заканчиваем одним столбиком с одним накидом. Все. Обычно, если у меня остается здесь достаточно длинный кончик, как я и говорила, я его потом распускаю, оставляю небольшую совсем ниточку и прячу в боковой шов. То количество раппортов я размещаю на вот этой цепочке из воздушных петель, у меня всегда это получается без проблем, без каких-то особо сложных подсчетов. Итак, второй ряд. Поворачиваем наше изделие, как всегда, в начале ряда 3 воздушные петли подъема. Дальше вяжем. Теперь мы смещаем наш узор, то есть мы будем вязать в шахматном порядке. Теперь нам в эту же петлю необходимо провязать 1 столбик с одним накидом, но перед этим не забудьте добавить еще одну воздушную петлю. Теперь 1 столбик с одним накидом. Дальше теперь в центральный вот этот столбик необходимо провязать 1 столбик с одним накидом. Дальше теперь будем делать наш веерочек. В этот столбик с одним накидом мы вывязываем веерочек. Помним, да, что у нас веерочки это столбики с одним накидом, разделенные 1 воздушной петлей. То есть столбик с одним накидом, воздушная петля, второй столбик с одним накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Вот мы провязали с вами один раппорт узора и дальше все повторяем. 1 столбик с одним накидом. Теперь опять делаем наш веерочек. 1 столбик с накидом, центр веерочка и теперь заканчиваем наш ряд, так же как и начинали. То есть мы будем заканчивать. Сначала провязываем 1 столбик с одним накидом, воздушная петля и сюда же второй столбик с одним накидом. Вот таким образом у нас выглядит рисунок. Очень простой, но при этом очень эффектный. Данный узор подойдет не только на летние изделия, на топовые майки. Также можно связать и различные футболочки, джемперочки. Если взять пушистую пряжу, также будет красивый даже светерочек. Только нужно учитывать опять же толщину вашей нити, толщину крючка и конечно же плотность. Я так не фанат твердых дубовых таких изделий, крючковых. Поэтому всегда с осторожностью подхожу к выбору узора для изделия, связанного крючком. Вот таким образом выглядит. По поводу обвязки я у себя на канале и в инстаграме показывала, как делать подобную обвязку. Поэтому я думаю, что проблем не должно никаких возникнуть. Ну а тем, кто досмотрел ролик до конца, хочу напомнить, что у меня есть для вас промо-код, по которому вы можете получить 5% скидку при покупке на сайте BarriVool. Давайте я вам сразу покажу все контактные данные. Вот так выглядит сайт, запомните эту марку. Мне кажется, это молодая, перспективная, развивающаяся марка, которая действительно в ближайшее время даст еще фору всем. Ну вот я вам коротко рассказала о своей готовой работе, показала самые основные моменты. Я думаю, что никаких вопросов в принципе не должно остаться. Если вдруг все же остались какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Если будете вязать, то я рекомендую использовать легкую пряжу, то есть 100% хлопок я не рекомендую на подобные топы. Да и вообще, в принципе, на изделия крючковые, прям толстый хлопок я не рекомендую. На майке и топы оптимально какие-то сочетания смесовки, например, как у меня вот это была смесовка. Ну, а я надеюсь, что вам было интересно со мной. Спасибо, что посмотрели, остайтесь с вами, до скорых новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok